Добрый день, дорогие слушатели! Приветствую вас на сегодняшнем подкасте. С вами команда 104, а конкретно присутствующие здесь это ХЕК-104, УДАВ-104 и 104 БАТИ. Все мы на данный момент базируемся в Санкт-Петербурге. Рисуем надписи на стенах и рисуем холсты. Собственно говоря, о чем хотелось бы сегодня нам поговорить? В первую очередь меня волнует актуальное состояние нынешнего как бы искусства российского в целом и всей вот этой деятельности творческой, так скажем. Потому что сейчас сложно что-то сказать, кого-то выделить. В принципе, даже никого выделять особо не надо. Вы всех и так знаете, кто хороший, кто плохой. Но мы от себя можем добавить только вот одно, что надо развиваться как бы в разных плоскостях и рисовать не только 3D граффити стиль, которым мы превосходно владеем и шикарно его показываем. Во всех плоскостях 4 стрелочки с двух сторон. Вайлстайм. Вайлстайм, да. И 3 снизу. 3 снизу. Объем, тень. Теневый объем. А так лица и черепа. Лица и черепа. Ну, а так вот мы можем рассказать в целом, чтобы вы понимали, да, какой-то бэкграунд. Все мы художники как бы из города Новакуйбышевска. Прекрасный, замечательный город с самыми лучшими людьми на свете. Да, да, да. Город, классический завод, как бы люди классические. И мы как бы тоже классические, потому что мы все закончили художественную школу, вот, учились в профильных вузах на художников, администраторов, оформителей. Я на дизайнера учился. На дизайнера. На ПТУ. На дизайнера. Да, вот видите, как замечательно. И вот сейчас, как бы, собственно, чем мы занимаемся, это вот нихуя не делаем. Рисуем холсты. Рисуем на заброшках, в первую очередь. Да. И работаем на работе. Там истоки. Да, в истоки. Собственно, чем примечательнее наш город, откуда мы выросли, и где мы замечательно жили. Как сказать, как бы, ну, проблем там, конечно, много. Творчество там развивается семимильными шагами в любой другой глубинке. Я бы сказал, что этот город насыщен очень уникальными людьми, которые поистине завораживают твое воображение, когда ты начинаешь общаться с ними. Да, да, да. Как правило, там люди работящие, которые работают на заводах. Очень известные блогеры. Да, очень известные блогеры. Еще у нас очень развита мафия. Да, да, да. А у нее идеология. А у нее идеология. Это, наверное, самая визитная карточка нашего прекрасного города. Да, да. Поэтому, если что, скидаем. Да так что, да, вот. Как-то так получается, что вот все мы здесь сегодня собрались, да, собственно говоря. А в родном-то городе, скажут, а ты что делаешь? Хуйня, как ты занимаешься, вот зачем тебе это? Ну, чем ты так делаешь? Да, ну, работа надо ходить на заводе работать. А тут уже никто так не спросит, уже не скажет. Таких долбоевов. Ё, мне что... Ну, и, собственно, с чего вот все, как у всех начиналось, это вот все смотрели на граффити, да, который как-то присутствовал в городе, видели теги, куски. И разного качества. В итоге, в принципе, рисовало раньше много людей, сейчас уже не так много. Давать оценку, как бы, творчеству не будем никакую, потому что она будет негативная. Вот. Не нравится никому, что кто там делает, потому что... Возможно, мы могли бы дать судьбу. Ну, мы могли бы дать, но мы возделим. Но мы не будем давать, да, не будем опускаться до этого. Ну, выше этого. Ну, выше этого, да. Давайте активно оценки любого творчества. Мы будем просто, как бы, пропускать этот момент. Фильтр, через фильтр. Через фильтр, да. Вот я хочу вам задать вопрос, как бы, вот, дорогие мои друзья. Чем вы вдохновлялись? Это вот самое важное. Вот всех спрашивают, в принципе, на любом. Это другие. Это касается даже не интервью, а любого разговора в искусстве, это один из таких вот визиток, ножей ключевых вопросов. Вот прям вот. Основы. Основы. Базовый вопрос. Базовый вопрос, да. Ну, я думаю, батя, стоить четыре, ответит первый на этот вопрос. Ну, конечно, конечно, без проблем, дорогие друзья. Я бы хотел пояснить, что меня вдохновляет. Ну, в первую очередь, я не как все начинал играться граффити еще с юношеских лет, которые юношеские лета, извините, второе пивко, когда все посмотрели фильмы, холтеры, поиграли в Гетингапе, тогда меня это совершенно не интересовало. И вот когда я уже, так сказать, прошел этот пубертатный период, стал, как бы, личностью взрослым, осмысливающим человеком, что он будет делать. Я понял, что граффити – это новая века, новая века в искусстве. После того, как я закончил художественную ПТУ, я понял, что я буду этой самой граффити. И все. Ну, и, конечно же, хип-хопчик. Хип-хопчик. Хопчик. У меня очень сильно вдохновлял. Рэп. Русский рэп. Рэп всех нас вдохновлял. Хоп. Миша Маваши. Миша, группа «Грот». Без шуток. Это бездарно, извините. Мы были скинхедами, постоянно слушали группу «Грот», качались и рисовали, делали суперсетики. Делали суперсетики. И не только. Ну, как бы, хотелось бы как-то от тебя, удав, услышать, чем ты вдохновлялся, как бы, твое творчество. Ну, в общем, я вдохновился примерно, наверное, лет в десять. Тогда я в первый раз понюхал растворитель, вышел на улицу и увидел укол своего подъезда надпись «Трэйн». И я тогда подумал, блядь, как же это круто, я хочу делать так же. И я пошел в обувной магазин и купил баллончик для краски для обуви. И первым моим тегом был этот козел, я помню, на английском. Я исписал весь свой подъезд и с тех пор я до сих пор рисую. В общем-то, вот с этого случая я для себя определил, что я хочу стать дизайнером и даже настолько радикально это было, что я решил пойти в ПТУ на дизайнера. Вот, в общем-то, так все и началось. Теперь я переехал в Питер, я здесь пытаюсь развиваться, рисовать что-то интересное. Изучаю что-то новое, так сказать. Ну, а как же шить ее подсеркнуть? Подсеркнуть дизайнерские маски. Да, дизайнерские маски – это тоже начало нового пути, понимаете? Дизайнеры, да, вот все мы немного дизайнеры. В определенном смысле я, как бы, вот тоже. Я всегда мечтал стать бариста. Вот сейчас я, как бы, активно развиваюсь. У меня несколько кофеев. Вот. Стабильный заработок, доход. Потому что кофе, я считаю, это неотъемлемая часть любого петербуржца. И, как бы, надо всем его пить. Всем прививать с детства кофе. Любовь к кофе, любовь к хип-хопу, к дрэг-дансу, потому что это классические вещи. Классический такой расклад петербуржца. Вот, а, собственно, вот про граффити, вот, ребята, рассказали, да, у кого как вот это вот все начиналось. Вот, сильно повлияло, как бы, на нас, на всех. Граффити. Граффити с Украины. Потому что, на самом деле, это оказала такая вот новая волна. Команды FAT-315, B.E.F. Вот, они очень красивые рисунки рисовали. Очень нравилось это все. И мы, естественно, этим вдохновлялись. Рисовали на поездах вот длительное время. Пока у нас, как бы, вот ситуация. Я вот могу вам, как бы, в принципе, вкратце обрисовать, как это все происходило. Мы ехали из нашего города. Примерно 40 минут на электричке. Вот, чтобы порисовать на товарном вагоне. Рисовали. Вот, шли еще до этого места, где рисовать, примерно полтора часа. Рисовали и уезжали обратно. Домой. Домой, да. Получалось красивое граффити. Больше его никогда не видели. И никуда не выкладывали. И никуда не выкладывали, потому что интернет – это помойка. А мы, как бы, художники. Мы не хотим себя обесценивать. Мы хотим, как бы, чтобы публика, она была какая-то фильтрованная, а не вот такая неподходящая под какие-то рамки. Что вот это хорошо, что вот это плохо. Ведь, знаете, как сейчас модно говорить, что есть определенные тенденции, какие-то им следуют люди, какие-то – нет. Но кто задает эти тенденции? Непонятно. Что такое тенденция – непонятно, да. Вот об этом я тоже вам хотел бы сказать отдельно, что не следует, вот, как бы, не подключаться к этим тенденциям. Надо просто на это смотреть и как-то филибровать через себя скорее. Зачем это, к чему вот появилась тенденция. Вот рисовать вот эти вот круглые буквы, флапы – вообще не нравится. Это отвратительно. Вот есть другая тенденция – рисовать в кальянных. Вот шрифт, как у Пакраса Лампаса, вот каллиграфия – вот это вот круто. Да, мне тоже очень нравится. Приходишь в кальянную, сразу вот эти вот золотые буквы, красиво так сидишь – нравится, да. Пакрас Лампас, мне кажется, что это один из великих художников в столетии. Однозначно. Чаще. Возможно, даже тысячелетия. Пакрас Лампас, вот этот вот Максим, напомните, Максим. Максим Грамма, да, замечательный художник, абсолютно замечательный. Он вот недавно посидел в Олке, поселил, посидел Санкт-Петербург, и очень сильно, очень сильно преобразился город. Да, да, мне нравится, идешь, ромашки, красиво так, как будто на природе, а ты не на природе, ромашки. А вот как он вот этому, вот этому, вот этому, вот этому? Как он? Уделал он его, как он? Вот этого, да, татуированного. Татуированного, размалеванного. Да, уделил нормально. Ну, мы его большие фанаты, большие поклонники, мы думаем с ним встретиться и провести совместную дружбу, обмен опытом, холсты порисуем вместе, посидим. Возможно, да, чай попьем с ромашками, да. Ромашковый чай, кстати, хороший. Хороший, да, с подарками очень полезный. У меня почек, да. Поэтому, с главными эффектами. Ну, вот с Покрасным Опасом, к сожалению, не сможем встретиться. Я больше не хотел, очень нравится, что он делает, большой ему поклон. Вот, будем всегда рады, если Покрасным Опасом сейчас слышит. Я передаю ему большой пламенный привет. Вот. Ну, в целом, слава богу, конечно, что сейчас вот нету вот этих каких-то рамок в творчестве, что вот ты рисуешь говно, ты рисуешь не говно. Но сейчас все вот как-то обстагировались от этого, и все начали очень разные вещи рисовать. Сейчас же сложно сказать, что такое стрит-арт, что такое не стрит-арт. Вот в самарской сцене очень много ребят, которые очень красиво рисуют. Денис Вертигин, совершенно замечательный. Очень нравится. Кто там еще, вот этот вот арт абстрактов, совершенно замечательный. По самым лучшим, да, в Самаре, на мой взгляд. Ну да, согласен, очень красиво. А какие оформления? Оформления, да, футболисты. Блин. Просто. Да. Город стал выглядеть намного лучше при арт-абстракторе. Да, согласен. Абстрактов он президент. Я считаю, его надо... Мир мэра, мэра. Нет, не мэра, его надо сделать министром граффити Самарской области. Вот, да, да. Кстати, министерство граффити, было бы неплохо такое организовать. Не министерство граффити, а министерство оформления города, вот что-то такое муниципальное. Я думаю, это все есть, но там как бы все архаично, паутистно и интересно. Да, да, возможно. Молодые художники могли бы развиваться, как-то вот пробиваться, туда рисовать. Вот если бы там были такие иллюзии в голове, как арт-абстрактор. Подумаю, да. Подумаю, через дом мы бы видели замечательные муралы с героями войны, футболистами. Совершенно просто неповторимых размеров. Это, ну, замечательно, я считаю. Большое спасибо ребятам. Как бы, респект и ужуха, как говорится, вот в их самобществе. Вот. Сейчас вот очень модное течение в граффити, это вот рисовать вот эти флопы, вот эти вот круглые буквы. В тиктоке дети на это смотрят, они это запоминают и начинают так же рисовать вот эти вот круглые буквы, флопы. А они теряют вот эту нить, вот дикий стиль. Это же как бы вот, это все. Надо из корней извлекать это и вот пробиваться вот туда, как бы это вот прогрессировало. А не уходить вот в этот примитивизм глупый совершенно. Да, я считаю, что нужно больше упираться на эти токи, вот этот Bubble Wild, который как раз вот новое поколение, вот эти вот дети, которые только взяли маркировочки. Я думаю, что невозможно, необходимо даже открыть школу граффити. Да, в каждой школе, чтобы была школа граффити, хотя бы на район, одна школа была. Ну, хотя бы на город, чтобы была одна школа граффити. Может, даже на город, да, чтобы они учились и... Чтобы, понимаете, была и теория, и практика, так сказать. Ага, согласен. Как рисовать вайлд стайл, еще какие-то стили. Изучали художников, разбирали их стили. Или, да, на практике, допустим, как съебаться от ментов, или там, залить перцем бомжа. Ну, такого вот. Согласен, абсолютно. Это послать нахожусь. Прикладные, так сказать, вещи, которые необходимы в граффити для того, чтобы стать успешным человеком, чтобы тебя уважали, любили, почитали. А ведь это самое главное в граффити, чтобы тебя уважали. Да, да, с моим другом. Ни с кем не дружишь, что тебя никто не уважает, как бы, если, ну, получается так. Да. А чем более ты известный, с тем, с менее количеством людей, ты можешь дружить хорошо. То есть, на всех времени не хватает. Ой, да, да. Вот это вот проблема, которая... Известных людей, да. Да, да. Проблем известных личностей. Да, согласен, согласен. Но бывают личности настолько широкие, которые... Как птичь. Ну, да. Мне добавить даже нечего. Спасибо. Вот. Ну, вот сейчас тоже вот такие актуальные вещи происходят, в принципе, в арт-среде. Важно же не только вот среда граффити, а вот стрит-арт какая-то среда. Она тоже, как бы, создает наш окружающий мир. Мы вот это вот все видим. Это тоже очень важно. В Санкт-Петербурге, вот, очень много, как бы, этого. Конечно, 90% это абсолютно отвратительные вещи, на которые невозможно смотреть, которые против того или города, абсолютно. Вот, на самом деле, что касается стрит-арта, многие вещи, которые я вижу, я вот не буду конкретизировать, чтобы никто не обиделся. Но вот, что я вижу, это просто отвратительно. Лучше бы на этом месте висела надпись «Миксы соли спайса» и надпись, хуй знает, тег какой-нибудь. Это гораздо было бы уместнее, чем какой-то вот стрит-арт. Я считаю, что нужно больше тегов. Больше тегов. Очень много. Вот, чтобы было в одном месте, было сконцентрировано максимально большое количество тегов. Это город живой. Да, мы видим, с Европы, вот, например. Вот этот «Флоренцо», классические вот эти дворы, Париж, да, вот все в тегах. Это гораздо, гораздо выглядит живее и натуральнее, чем вот этот вот показушный стрит-арт. Вот эти вот муралы гигантские, ужасные, с этими героями войны там и так далее. Ну, отвратительно абсолютно. Я не хочу на это смотреть. И когда иду, глаза закрываю даже специально. Да. Вот я считаю, при «Медведеве» хорошо развивалось граффити. Были различные фестивали городские по граффити. Там вот приходили. Да, да, вот «Никирсурмания». «Никирсурмания», да, была, рисовали там красивые. Все, куда «Медведевы» были? Благодаря «Медведеву» рисовали вот это все, потому что министерство культуры поддерживали как бы на всех уровнях. Соответственно, все течения развивались. А вот в данный момент как бы изменился немного, да, вектор, направление и стал гораздо лучше, потому что этого нет. И как бы это абсолютно отвратительно. Этого больше никогда не будет. И это совершенно замечательно, потому что граффити вернулся на улицу. Можно и так сказать. Все благодаря только одному человеку, Владимиру Владимировичу Путину, я считаю. Именно он дал толчок уличному искусству, уличному граффити как таковому. Все, что было до этого, оно шло не в то направление, я думаю, то, что… Именно стрит-арт, да? Вот больше, да, стрит-арт. Да, да. Вот «Медведево», а вот сейчас вот, когда Владимир Владимирович стал, вот с каждым годом уличный граффити… Да, все больше и больше людей привлекает, детей привлекает, это же прекрасно. Это совершенно замечательно, совершенно замечательные теги в остановках. И жить стало лучше. И жить, самое главное, самое главное, что мы можем сказать, это да, жить на самом деле лучше. Нам сейчас очень хорошо, мы сидим вот тут. Радуемся тому, что Крым наш. Да. Безусловно. И самое главное, что бы я хотел сказать, ребята, как бы политика, это вот все, ну туда не надо лезть, мы как бы вот, если говорим про искусство, то мы говорим про искусство, потому что бывают художники, которые зациклены, да, например, над этим мы не будем называть каких-то конкретных имен, но тоже могу заметить такое, что многие эти художники, они не состоят ни в каких объединениях, а являются как бы такими любителями, сольными художниками. И вот они рисуют как бы вот эти вот свои работы, которые очень тесно связаны с политикой, ну, честно говоря, выглядит это как это, ну да, да, как-то слабо даже. Во всем должно быть двойное дно. Такие были, как молодина кукриниц, жалкая калька. Ну, да, как минимум, как бы да. Надо наоборот, как бы любить людей, народ, окружающую тебя действительность. Вводить из этого какие-то позитивные для себя вещи. Делать из этого творчество, на самом деле, почему, зачем нам вот искать призму искусства, делать свою страну лучше. Вот, начнем как бы с этого, да. Не рушить вот то, что построено своим искусством, а наоборот, выполнять и улучшать. Я вот думаю, что должно быть именно так, вот это направление. Потому что многие сейчас есть художники, а не прозападники в определенном смысле. И я не скажу, что это хорошо. Ведь у нас есть своя культура, свое население, из которого мы можем что-то извлекать. И, соответственно, как-то это перерабатывать. Зачем нам искать что-то на стороне, вдохновляться чем-то другим? Вот есть совершенно замечательные художники. Покрас Лампас. Словенские шрифты вот эти. Да, совершенно замечательные. Как бы мы можем как минимум на это ориентироваться. И будущие поколения, они могут. Вот вы, я вот недавно был в Самаре, и знаете, что я видел? Так, что же. Недалеко около Макдональдса, на полевой, стоит гигантский камень. Абсолютно невообразимых размеров. Примерно высокой до третьего этажа. И он весь исписан каллиграфией. Это какой-то вот памятник по красу Лампасу. И я, наверное, так взял. Изумительно. Ну, как бы да. Вот это вот игра с городом, на самом деле. Знаешь, вот местный такой вот быдво тупой, который в каком-то городе, по-моему, это было. Не помню, какой это город. То ли Волгоград, что ли. Да, да. Что тут вот была какая-то артинсталляция по красу Лампасу. Ага. И городские жители местные, они были, так скажем, негативно настроены к его персоне. Я считаю то, что негатива не должно быть. Должно быть только добро. Добро, да. Команда добро только должна быть. Совершенно замечательная команда. Они проделали такой пуд до Байконура и очень хотели пить. Мы все это прекрасно понимаем. Не поддерживаем, потому что все-таки как бы, извините, у нас... Знаешь, если бы мне захотелось поесть, ради искусства я был бы готов. Да нет, нет, я вот это не поддерживаю, потому что у нас немного другая... Я считаю, что они молодцы. Они вот ради искусства готовы у нас все. У нас немного друг... Ну вот, понимаете, мы немного в другом, с другим культурным кодом росли. Вот где-то не по понятиям, да, как бы, если таким уж языком говорить. Ну, как бы, что это такое? Вообще нет, если уж так базарить, то, как бы, да, блядь, однозначно, нахуй. Как бы, что это такое-то, как это потом, вот это вот все, ну, люди засмеют, нахуй, не надо, как бы, и все. Ну, мы бы не стали, мы не поедем на Байконур, и таких акций, как бы, тоже не планируете. Нет, если мы поедем, мы просто запас воды начнем. Нет, ну... Ну, может быть, может быть, а может быть, мы поедем с делегацией Единой России, с кортеджем, с мигалками, на вертолете. Не, ну, если с делегацией Единой России... Оформлять в хохламу этот, как его там... Не Байконур, а как это, шаттлит называется, неважно. Буран называется. Вот, оформим его в хохламу, нахуй, и все. Не Бурк? Да, может, Буркс, я не знаю. Буркс вам называется. А может, он Буркс, да, называется. В хохламу, да, да. Гигантский шаттл с хохламой. Вот это вот я представляю в космос. Российская, действительно. Такой, нахуй, сделаем свою страну. Такой, нахуй, до Марса долетит, а не то, что до Луны. Какой до Марса преодолеет, блядь, световой барьер и устремится за пределы Солнечной системы. И точка. И точка. Вот. Как бы, вот мы все и выяснили. Собственно, сейчас даже вот в графе, вот раньше был Раска Вандал. Вот где он сейчас? Рекламирует Трейн. Рекламирует монстр. Горил. Горил. На самом деле, фига себе. Он как-то пропал из моего поля зрения. Ну, понимаешь, он как бы в своем стиле остался вот где-то на уровне 2010 года. Согласен, отвратительно. Возможно, поэтому он как бы уже никому не интересен. Ну, да, возможно, возможно. Я согласен. Из всех известных личностей он, наверное, самый слабый, наверное. Только вот. Из-за вот от того, что остался на прежнем уровне. Возможно. Да, да. Возможно, он не хватает. Если что, да, вот нету. Просто ему нужно рисовать холсты начать. Вот, да. И европейских каких-то граждан он тоже не привлекает. В отличие от всеми известного нами. Ну, понятное дело, как бы, кому нужно. Вот агент ТПД с чего начинал? С рисования какого-то граффити на вагонах. Совершенно замечательно. Да. А теперь рисует холсты прекрасные. Очень замечательный человек. А самое главное, вот он пропагандирует. А реалисты. Он пропагандирует. Ну, как бы, мы это не поддерживаем. Потому что... Мы не по понятиям. Мы не по понятиям. Да, да, да. Мы не поддерживаем абсолютно. Мы за здоровые отношения между мужчиной и женщиной. Как бы, да. Тут традиционные отношения. Так сказать, скрепы. Мы как бы это не поддерживаем. Но и хорошо, как бы, что он это вот делает. Почему? Да. Потому что он выводит это немного на другой уровень. Как бы, мы-то понятно. А вот другие люди, они такие посмотрели. Возможно, это ирония. С его стороны. Серьезно? У него такие же убеждения. Возможно. Возможно. Ну, мы когда-нибудь об этом узнаем, я уверен. А возможно, и не узнаем. Возможно. Ну, надеюсь, узнает все-таки. Ну, посмотрим. Потому что я бы хотел, вот, первое, что я спрошу у агента ДПД. А ты как свою девушку целуешь? Страстно, наверное. Я не знаю. Конечно, вопрос хороший. Но в целом, в целом. А как матушку после этого целуешь? Это молодая. Мы это не будем обрезать. Никакой цензуры мы не поддерживаем. Как бы свободу, возникам совести и на этом точка. Сейчас мы хотим поговорить с этой политикой. На хуй, кого надо. Давайте вот про реальные вещи вот обсудим с вами. Что мы видим на улице? Еще раз повторюсь про то, про что я говорил. Надо вдохновляться нашей действительностью. Вот спят бомжи обрыганные. Как бы вдохновляйтесь на здоровье. Рисуйте холсты. Рисуйте холсты. Вот та история с бабжихой на инвалидной коляске. Да, совершенно замечательная история. Как бы я вот с товарищем, с батей. Мы выходим из моего дома. Вот. Я вижу женщину вот в инвалидную коляску. Я зачем-то за пивом ее заходил. Ну, зачем же еще? Ну, за каким-то алкоголем. Да, я заходил. Пошел вот на первый этаж в своем доме. Там магазинка была суточная, совершенно замечательная. И вижу, женщина выходит, ну, точнее, пытается войти в инвалидную коляску. Говорю, въехать. Да, въехать. Я говорю, батя, пожалуйста, подержи дверь. А я быстрее пока пойду, пока там очередь, там, то-се. Он такой, да-да-да, и идет, ей помогает. И вот, оказывается, вот она поднимается на 25 этаж и говорит, я тут посплю просто, как бы. Да, ребят, вы не против. В этот момент. Ну, мы, конечно, не против. Да, конечно. Я не знаю, то, что женщина инвалид, но при этом она встала с коляски и легла. Она подумала, что это паркинг. Ну, блядь, серьезно, то есть... Блин, не, на самом деле, вот это в тебя попресил, нахуй. Блядь, она встала с коляски, блядь, и легла, и серьезно. То есть, ну, нет, на самом деле... Не, она, может быть, не полностью поразована. Нет, она... Ну, так, она... Она смогла пилиться на ногу и как бы легла, блядь. Типа, ты че? Блядь, жесть какая. Ну, ладно. Пух. И будем вырезать нормально. Так вот, про вдохновляться действительностью. Это же все вот вокруг нас. Вот это вот нам дается цветочки. Вот эти гаммы полутона. Вот ты смотришь. Мы смотрим сейчас на замечательное озеро из окна. И очень красиво вот эта вот вода мерцает, вот столбы. В этом все можно находить. Вот эти вот огни домов, огни дорог. Огниночного города. Да, 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 совершенно замечательно. Вот, да. Нам не хватает сейчас вот какой-то определенной искренности, вот граффити. Да искренности в целом не хватает. Ну, возможно, ты же столько фальши уже, и вот эта вот ирония, лицеверия. Обволакивает абсолютно. Да, абсолютно. Каждому, каждому человеку. Хочется искренности. Совершенно это отсутствует. И искусство тоже. Друзья, понимание какое-то минимальное. Все хотят кому-то как-то подлизаться. Угодить. Угодить, сказать, что все хорошие. А зачем? Почему нельзя просто сказать правду? Ну, вот этот говно, этот говно, этот хуетан. Да, ну, можно же так сделать. Не так, так и каждый скажет, рождается правду. Ну, да. Ну, да. Субтитры создавал DimaTorzok